Вот, например, рассмотрим задачу бинарной классификации. Что такое задача бинарной классификации? Допустим, у вас есть какая-то картинка, вот она, и вы хотите понять, что на этой картинке нарисовано, кот или пес. Это означает, что в принципе, какую бы вы картинку не взяли, у вас обязательно будет нарисован либо кот, либо пес, и вам просто нужно разделить псов и котов при помощи нейронной сети. Наша картинка – это вход в нейронную сеть. Мы пока не будем с вами рассматривать, как устроена нейронная сеть, чтобы иметь возможность переваривать картинки. Нас сейчас будет интересовать то, что выходит из нейронной сети, то есть вот здесь. В принципе, в качестве входов в нейронную сеть можно брать не только картинки, это может быть аудиодорожка, это может быть видеодорожка, это может быть просто набор каких-то величин, но нас не волнует, что мы сейчас берем здесь. В качестве входа в сеть нас волнует только выход. Итак, кот или пес. Как решать такую задачу? Такую задачу можно решать следующим образом. Можно восстанавливать вероятность того, что на этой картинке у нас находится кот. Тогда у нас кот – это положительный класс, плюс один, а пес – это отрицательный класс, и его мы будем обозначать как ноль. Чтобы получить вероятность вместо какого-то действительного значения, которое выходило из нейронной сети в прошлый раз, мы воспользуемся следующим трюком. Мы возьмем выход из нейронной сети, напомню, что здесь у нас была линейная функция, и возьмем от этого выхода сигмоиду. Таким образом, мы получим некоторое значение, которое можно интерпретировать как вероятность.